Такую притёску никогда не видели, и покажется такая вау, 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 что это у неё с волосами. Но я просто иногда заплетаю две косички на ночь на влажные волосы, и утром расплетаю, и получаются такие как бы кудряшки, и большие, прикольные, и волны держатся так целый день, и просто когда мне, не знаю, наскучивают мои прямые волосы, я иногда решаю сделать вот такую, поэтому... Привет, с вами Alice in Wonderland, и в этом видео я покажу несколько упражнений, которые я делаю дома. Я хожу в тренажёрный зал почти всегда, стараюсь ходить три раза в неделю, но не могу я по какой-то причине пойти в тренажёрный зал, я их просто делаю дома. Вам ничего не нужно, никакие гантели. Если даже у вас есть гантели, это к лучшему, но если у вас нет ничего, как у меня, то можно делать без гантель. Главное... Самое главное это вы и ваше потраченное, там, 15 минут или 20 минут на эту зарядку или занятие. Я всегда, не почти всегда, окей, 70% моего времени в тренажерном зале я посвящаю ногам и попе, то есть это самая главная часть, которую я всегда тренирую, и мне кажется, самая красивая часть должна быть в женском теле, то есть это попа и ноги. Поэтому если у меня по какой-то причине я не могу пойти в тренажёрный зал, и я здесь сижу дома, делать нечего, я, конечно же, тренирую попу и ноги, поэтому это самые такие основные базовые упражнения, которые бы я рекомендовала. Я бы порекомендовала замечательный канал на YouTube, называется You Gifted, и я оставлю ссылку внизу, чтобы вы могли сходить, сходить и крикнуть, и посмотреть. Там девушки выкладывают занятия, делают видео с занятиями в тренажерном зале, рекомендуют, то есть там именно есть отдельные занятия на тренировки, ой, есть именно отдельные тренировки на попу, на живот, на руки, и все видео замечательные, поэтому я всегда смотрю их видео и слежу за тем, какие они там рекомендуют упражнения делать, поэтому я обожаю этот канал. Так что, если вы хотите посмотреть мои базовые упражнения для попы и ног, то, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Первое упражнение, которое я делаю, это выпады назад. Начинаю с правой ноги, делаю 20 раз по 2 подхода. Обязательно на каждую ногу. Следующее упражнение я буду делать приседы на каждую ногу по очереди. Сначала делаю на одну ногу, потом на вторую. Также делаю по 20 упражнений и 2 подхода. Следующее упражнение тоже очень простое. Берем, скрещиваем руки вместе, ноги на ширине плеч, делаем приседы, стою на носочки, делаю присед и опять на пяточки. Носочки, приседаю и опять на пяточки. Также делаю по 2 подхода, да, 2 подхода по 20 раз. И просто обязательно так же растянуться хорошо после таких занятий. Дальше просто я делаю прыжки с приседаниями. Основа хорошей упругой попы это приседания, приседания, приседания. Поэтому обязательно нужно приседать очень много, делать выпады. Дальше следующее упражнение также очень легкое. Просто беру стул и делаю, я не знаю, как это назвать. Также ногу я делаю назад, вперед и в сторону. Также очень хорошо для укрепления попы, мышц, ягодиц. Я не знаю, я не эксперт, просто я знаю, что это хорошо работает и хорошее упражнение. И еще одно упражнение тоже хорошее, я просто делаю выпады вперед на каждую ногу. Делаю я это по 3 подхода 20 раз. В идеале, конечно же, иметь в руках блинчики или гири, но вот я дома, у меня ничего нету, поэтому я просто делаю выпады. Еще что бы я хотела сказать насчет питания, потому что питание очень важно. Если вы, конечно, будете выполнять такие упражнения или вообще какие-то другие и не смотреть, не следить за тем, что вы кушаете и питаетесь, то упражнения абсолютно будут вообще не в тему, не зачем им было делать, поэтому 70% от того, что вы едите, употребляете, если вы даже употребляете добавки какие-то спортивные, спортфит, это очень важно. Хочу сказать тем девушкам, которые боятся употреблять всякие там протеины, БЦА, всякие смеси, которые называются перетренировочные, пост-воркаут. Те, кто боятся, говорят, о, зачем мне это, мне это не надо, это все фигня, хочу развеять этот миф. Те, которые никогда думали, что все это спортивное питание только для тех людей, которые занимаются это профессионально, для бодибилдеров, это все на самом деле миф. Даже обычным людям, которые просто пытаются, которые хотят потерять вес или просто подтянуть и нарастить мышечную массу, обязательно, я даже могу сказать, необходимо употреблять спортивное питание. Окей, самое главное, наверное, вам больше ничего не нужно, кроме вот этой вот штучки, самая составляющая спортивного питания, это, конечно же, протеин. Итак, которые я использую, это Synthesix, и у меня вкус Chocolate Peanut Butter или шоколадный... шоколадная арахисовая паста. Так, объясню поподробнее, если кто-то не знает. Вот такая просто протеиновая пудра, здесь просто протеин. Ты ее мешаешь с водой или с молоком? Лучше, конечно, мешать ее с молоком, потому что... ой, с водой, потому что в воде, естественно, просто вода, ни колора, ничего нету, и углеводов в ней очень мало, поэтому после тренировки самое идеальное, что вы пите, это, конечно же, протеиновый шейк или протеиновый коктейль. Но я не очень люблю вкус, когда я мешаю его с водой, поэтому я предпочитаю покупать обезжиренное молоко, и после тренировки я пью вот такой протеин, смешиваю молоко с такой пудрой. Пить протеин и наращивать правильно питаться, и наращивать именно мышечную массу, теряя при этом жировую. Я раньше боялась пить протеин, думала, зачем он нужен, но на самом деле, если вы хотите упругую попу, красивую, красивые ноги, то сжигайте жировую прослойку, меньше ешьте углеводов и больше пейте протеина. Также amino или amino acids, это также чистый протеин. Что я делаю? Здесь также очень много всяких витаминов, всякой фигни подамешанной. Что я делаю? Обычно я мешаю, у меня есть шейкер с моим, я также ложу одну ложку вот этого amino пудры, мешая с водой, и в течение всей моей тренировки, за место воды я ее пью. Вот такой претренировочный шейк, также пудрой вы мешаете с водой, выпиваете, и оно просто дает вам энергию, также содержит всякие тут вещества, которые я толком не знаю, что они значат, но просто оно реально тебе дает энергию. То есть я когда ее пью, особенно я ее стараюсь пить, когда у меня идет кардио, когда я делаю кардио, когда я бегаю, дает мне больше энергии, я больше потею, тем самым я больше теряю именно жировую прослойку. Поэтому мне эта штучка тоже нравится. Единственное, что от нее может вызывать, это, по крайней мере у меня и у моей подруги тоже, это такое покалывание, и чешутся немножко руки, могут чесаться уши, такое просто покалывание в теле. Но это ничего страшного, это все нормально, такое бывает. Что я делаю обычно всегда в первой половине дня, я ем сложные углеводы, а уже после второй половины дня я ем только один белок, потому что углеводы усваиваются только в первой половине дня, а во второй половине у нас уже организм расслабляется, и если вы будете есть углеводы, особенно сложные углеводы уже после шести или после второй половины дня, они не будут усваиваться, они будут идти прямиком в жир, поэтому, девушки, не удивляйтесь, почему вы поправляетесь, если вы пьете 8 часов вечера чай с печеньками, или чай с конфетами, или даже кусочек торта, или что-то такое, углеводы, не удивляйтесь, если вы поправляетесь, потому что, еще раз повторяю, во второй половине дня ешьте один белок, от белка вы не поправитесь, а углеводы только в первой половине дня, поэтому я всегда так разделяю, и так мне помогает держаться в форме, это просто, если кто не знает, в чем содержатся углеводы, в чем содержится, где содержится белок, просто наберите в интернете, допустим, ваше любимое блюдо, да, там, гречка с мясом или пельмени, наберите, сколько содержится в пельменях белок и углеводы, тогда вы можете просто для себя понять, что вы не можете есть пельмени во второй половине дня, потому что там белок содержится в пельменях, в среднем, да, где-то порция 150 грамм, там, 2 грамма белка и 20 грамм углеводов, естественно, вы такое не можете есть, и это не диета, мне кажется, ей очень легко следовать, углеводы в первой половине дня, белок во второй половине дня, и это самое главное, если вы этим будете следовать, и постоянно ходить в тренажерный зал, следовать именно вот этому режиму, то легко и быстро у вас фигура поменяется, а уже потом, когда вы достигнете своего результата, уже вы можете себе иногда баловать себя, позволять, не знаю, выбирать один день в неделю и есть, что вы хотите, конечно, в пределах разумного, ну, просто иногда баловать себя, вот это уже можно, но в период, когда вы только идете к своей цели, я бы вам не рекомендовала такие дни себе устраивать, разгрузочные, как они называются, и... Субтитры создавал DimaTorzok